Всем привет! Сегодня я хочу вам показать вот такие два датчика для умного дома от Xiaomi. Это датчики от фирмы Acara. Один датчик протечки воды и второй датчик открытия-закрытия дверей и окон. У меня уже есть немного устройства из умного дома, поэтому если вам интересно, пишите в комментариях. Я могу немного больше рассказать про экосистему умного дома от Xiaomi. У Xiaomi этим занимаются фирма Acara и Mijia, также E-Lite и некоторые еще другие компании. Сегодня я покажу только эти два датчика, быстрый обзор. Давайте откроем, посмотрим, что там внутри. Внутри, кроме самих датчиков и маленькой инструкции, больше ничего нет. Сейчас оближусь покажу, как они выглядят. Так выглядит датчик протечки воды с капелькой такой нарисованной. И здесь два контакта, которые при замыкании срабатывают и отправляют какие-то уведомления вам. Датчик открытия дверей и окон состоит из двух элементов. Это основной элемент и магнит, который с ним работает для фиксирования открытия-закрытия дверей. Для того, чтобы подключить эти датчики, вам нужен либо шлюз от Mijia, либо камера IP от Acara, специально которая служит также и шлюзом. У меня есть шлюз, и я сейчас покажу, как подключить эти датчики. Для подключения датчиков заходим в приложение Mi Home. Как вы видите, у меня здесь уже есть несколько устройств. Заходим в шлюз. Заходим в устройство. И нажимаем плюсик. Ищем нужное устройство. Например, это датчик протечки воды. И он предлагает зажать. Мы видим, что устройство добавилось. Определяем его, в какую комнату оно будет использоваться. Жмем дальше. Это название датчика можно потом переименовать в любое время. И все, мы видим, что устройство добавлено, датчик появился. Здесь будет сценарий, к которому он привязан. И здесь все события, которые на нем были зафиксированы. Чтобы проверить работу датчика, можно пальцем соединить задние контакты. И должны прийти вот такие уведомления вам в приложении Mi Home. Первое о том, что зафиксирована протечка воды. И второе уведомление о том, что протечка воды устранена. Когда сработает датчик, также замигает красным шлюз. Чтобы его выключить, нужно нажать на нем верхнюю кнопку. Чтобы добавить второй датчик, также заходим снова в шлюз. Устройство. Нажимаем плюсик. И находим датчик, который нам нужно добавить. Это датчик открытия-закрытия дверей, окон. Показано, что нужно нажать и задержать вот эту кнопочку. Также добавился. Определяем, в какую комнату он будет у нас установлен. На двери окна или другие какие-то еще, может быть, проемы. Но это будет дверь. Все. Дальше. Здесь показано, что запрещено устанавливать на металл. И какое должно быть расстояние между этими двумя датчиками. Также обратите внимание, что на датчике есть сбоку полосочка. И он должен устанавливаться этими полосочками друг к другу, чтобы правильно работать. Вот этот датчик новый появился. Заходим в него. И можно посмотреть, что он работает. Вариантов использования этого датчика не так и много. В основном он нужен для того, чтобы оповестить вас, если вдруг в том месте, где он находится, появилась вода. Таким образом, если у вас в квартире или в доме случится потоп или наводнение, вдруг прорвало трубу, или даже соседи сверху вас начали затапливать, вы быстро об этом узнаете. Вам сразу придет уведомление. А вариантов использования этого датчика может быть очень много. Ограничивается только вашей фантазией. Например, может быть такое, что включается свет, если открывается дверь. Это может быть какая-то кладовка, и вы можете автоматически включать там свет. Например, можно включать или отключать кондиционер или обогреватель при открытии или закрытии окна, к примеру, для экономии электричества. Также можно его использовать для сигнализации. То есть, вы будете получать уведомления, если кто-то воспользовался, то есть, открыл дверь или окно. На этом я буду заканчивать в этот раз. Если вам так же интересно, как и мне, тема умного дома, пишите в комментариях. Я могу рассказать немножко больше. Задавайте вопросы. Я с радостью на все отвечу. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Будет еще много интересного видео. Всем спасибо. До скорого.